МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Регион 17 и я, Орла Набайду, расскажу вам об оперативной обстановке в Туве. Сегодня в выпуске самые громкие преступления и происшествия, которые потрясли нашу республику на прошлой неделе. Мы постараемся дать вам полное представление о ситуации. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Учитель безводительских прав совершил ДТП. В Лухеме местная жительница приговорена к принудительным работам за неуплату алиментов собственным детям. МВД поймала серийного мошенника. Отец предстал перед судом за смерть полуторагодовалой дочери. 13 октября в обеденное время в селе Чахоль возле жилого дома произошло ДТП. По прибытии следственно-оперативной группы было установлено, что 36-летний местный житель из-за несоблюдения очередности проезда перекрестка, управляя мотоциклом, столкнулся с иномаркой, которую управляла 49-летняя его землячка. Самое интересное выяснилось после проверки по базам данных госавтоинспекции. Оказалось, что мотоциклист ранее был лишен водительских прав за нетрезвое вождение, а в случае автоледи ими она никогда и не владела. Ложкой дегтя стала информация, что транспортные средства не были поставлены на учет ГИБДД. Бесправник был выявлен в Кахемском районе. 16 октября в полдень на автодороге Кызыл-Сар-Эксеп для проверки была остановлена Тойота Регио Сейс. За рулем находился 31-летний Тарахемец. При опросе водителя установлено, что водитель принадлежит женщине-предпринимателю, которая намеревалась реализовать алкогольную продукцию в своем магазине, расположенном в селе Тарахем. К несчастью предприимчивой торговки спирта, вся продукция общим объемом 400 литров была изъята. Транспортное средство помещено на территорию отделения полиции. Как говорится, учитель плохому не научит, но не тут-то было. В Барунхемчикском районе педагог без водительских прав совершила ДТП, в результате которого вместе с ней пострадали ее же пассажиры. Все произошло 11 октября ранним утром на шестом километре автодороги Барлык-Акс и Барлык. 23-летняя автоледи не справилась с управлением, в результате чего допустила опрокидывание своего транспортного средства «Тойоты Ипсум». Установлено, что на момент ДТП в салоне автомашины находились водитель и три пассажиры. В результате автоварии в хирургическое отделение Барунхемического межрайонного медицинского центра госпитализированы водитель и двое пассажиров. Жительницы села Аксапарлы в возрасте 48-15 лет. У них диагностирована закрытая черепно-мозговая травма от сотрясения головного мозга, множественные переломы. Как выяснилось, девушка-водитель работает учителем в образовательном учреждении. При проверке установлено, что водительское удостоверение ей не выдавалось. А вот в следующем случае фигурируют поддельные водительские права. 18 июля 47-летняя местная жительница, управляя «Тойотой Филдер», стала участницей ДТП по столичной улице Щетинки-Накравченко, где все и выяснилось. При проверке по информационным базам данных Госавтоинспекции установлено, что водительское удостоверение с аналогичным номером серии выданной уроженки Луганской Народной Республики, а самой женщине удостоверение не выдавалось. Результаты проведенного исследования подтвердили, что документ является поддельным. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нередко граждане, использующие поддельное водительское удостоверение, полагают, что уголовная ответственность угрожает не им, а только тем, кто непосредственно изготавливает и продает такие документы. За использование поддельных документов им также придется нести уголовную ответственность. На этом история не закончилась. В последующем данная гражданка обратилась в Госавтоинспекцию и рассказала сотрудникам полиции историю покупки водительского удостоверения. В сентябре прошлого года в одной из групп в мессенджерах она увидела объявление о возможности быстрого получения прав и откликнулась на данное предложение. Мужчина, выходивший с ней на связь, предложил встретиться в городе Абакане. При встрече женщина передала ему 20 тысяч рублей и получила документ. А теперь переходим к делам по следам прокуратуры. В Улухеме с учетом позиции прокурора местная жительница приговорена к принудительным работам за неуплату алиментов. Судом установлено, что подсудимая обязана выплачивать алименты в пользу своих трех несовершеннолетних детей в размере половины своего заработка. Так получилось, что она об этом забыла в период с декабря 2023 года по апрель 2024. Сумма образовавшейся задолженности составила более 100 тысяч рублей. На основании данного судебного решения в отношении нее судебным приставам-исполнителям возбуждено исполнительное производство за неисполнение обязанности по оплате алиментов женщина в октябре 2023 года привлекалась к административной ответственности. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновное наказание в виде принудительных работ сроком на 5 месяцев с удержанием 20% заработной платы в доход государства. Приговор в настоящее время не вступил в законную силу. Там и высокие риски ДТП. Так, после жалоб жителей Терехольского района было установлено уличное освещение на 7 улицах в селе Кунгурту. Обязанность по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе путем организации уличного освещения населенных пунктов, относится к полномочиям органов местного самоуправления. Отсутствие надлежащего освещения на улицах в темное время суток затрудняет работу специализированных служб, влечет опасность возникновения аварийных ситуаций в сфере дорожного движения. В целях устранения указанного нарушения прокурор внес представление председателю администрации Терехольского района. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, уличное освещение восстановлено. Все мы работаем не только на благо наших земляков, но и для получения зарплаты. Одной из жительниц столицы со вторым не очень повезло. Работодатель счел необязательным заплатить за ее выполненную работу, за что уже поплатился. Установлено, что местная жительница работала продавцом по срочному трудовому договору у индивидуального предпринимателя в магазине с мая по июль 2024 года. Однако работодателям заработная плата женщине за период работы с июня по июль не выплачена по причине установления недостачи денежных средств в период ее работы, тем самым, вопреки требованиям статьи 248 Трудового кодекса Российской Федерации, неправомерно удержана ее заработная плата. Прокурор внес представление, по результатам рассмотрения которого работнику выплачена незаконно удержанная заработная плата в размере 36 тысяч рублей. А теперь к сводке МВД. Сотрудниками полиции в Кызыле задержан серийный мошенник. В сентябре и октябре в столичную дежурную часть МВД поступили заявления от семей жителей республики о совершенных в их отношении хищении денежных средств. Мужчина обманывал своих земляков под предлогом сдачи в аренду несуществующих квартир, а также продажи угля. У одной гражданки злоумышленник попросил телефон и, используя онлайн-банк, похитил у нее 14 тысяч рублей. Общая сумма материального ущерба, причиненного доверчивым граждан, превысила 100 тысяч рублей. Обозреваемый действовал по отработанной схеме. В различных группах в социальной сети ВКонтакте он размещал объявления о сдаче в аренду квартир и о продаже угля. Чтобы убедить клиента в правдивости размещенной в объявлениях информации, фигурант иллюстрировал объявления с картинками из интернета. Во всех случаях мужчина просил внести предоплату под предлогом бронирования понравившегося у себя жилья. В случаях продажи угля продавец требовал полную оплату стоимости. После получения денежных средств подозреваемый находил причину для того, чтобы объяснить своим клиентам, почему он не может выполнить обязательства. А после переставал отвечать на их звонки и сообщения. Им оказался уже неоднократно судимый 28-летний местный житель. Сейчас он уже находится под стражей. Задержанный местный житель, похитивший из автомобиля травматический пистолет. 16 октября в дежурную часть Кызыла обратился 36-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками. Он рассказал полицейским о том, что в ночь злополучного дня неизвестный похитил травматический пистолет из бардачка его автомобиля. В результате оперативно-ростных мероприятий оперуполномоченных уголовного розыска установили подозреваемое в краже имущества и задержание. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый житель города Кызыла. Сотрудниками полиции похищенный травматический пистолет был изъят. Подозреваемым помещен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается. Досталось и самому владельцу оружие. На него составлены административные материалы за нарушение правил хранения оружия. Прежде чем употреблять алкогольную продукцию в ночном заведении, стоит задуматься, насколько это безопасно. В Кызыле сотрудниками полиции из ночного клуба по улице Аюна Курседе изъят нелегальный алкоголь. В ходе проверки ночного клуба сотрудниками полиции выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему после чего при осмотре подсобного помещения за барной стойкой полицейскими обнаружена алкогольная продукция без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборотов. Полицейскими с торговой точки изъято около 120 литров алкогольной продукции, а также около 40 литров спиртосодержащей продукции. А теперь к более тяжким преступлениям. Смерть ребенка – это самое страшное, что можно представить, особенно по вине родителя. В Кызыле отец признан виновным в смерти своей полуторагодовалой дочери. Все произошло еще в июле. Мужчина отвлекся на телефонный разговор, девочка в это время забралась на подоконник и выпала из окна квартиры на третьем этаже. Собранные следователем следственного дела по городу Кызылу доказательства признаны судом, достаточными для вынесения приговора жителю города Кызылу совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса, то есть причинения смерти по неосторожности. Следовательно проведен весь комплекс необходимых следственных действий. Приговором суда, вступившему в законную силу, виновному назначенное наказание в виде одного года ограничения свободы. А вот житель Турана предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В июне в частном доме в городе Туране в ходе посиделок между знакомыми возникла ссора, после которой обвиняемый нанес многочисленные удары по голове и телу потерпевшего, от которых он скончался на месте. Следователем Саянского межрайонного следственного дела завершено расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего уроженца города Турана Пехемского района в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть. По делу проведен весь комплекс необходимых следственных действий. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Горячительные напитки вновь стали виновниками и в следующем убийстве. В мае в Агдавураке в ходе распития между знакомыми тоже возникла ссора, но вот только обвиняемый в этом случае схватился за нож и нанес удар несовершеннолетнему оппоненту. Потерпевший скончался на месте. Собранные следователем Баранхемического межрайонного следственного дела доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему уроженцу города Агдавурака. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, то есть убийства. Приговором суда о вступившем законную силу виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На этом у меня все. Следите за оперативной обстановкой в республике вместе с программой «Регион-17». Ну а я, Орла Набайду, с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин